Друзья, привет! Меня зовут Александр и мы специально прилетели в Пекин, чтобы рассказать вам о новинке. Это Ninebot колесо серии Z. Сейчас на дворе достаточно холодно, середина октября, но не помешало это нам приехать в Пекин и протестирую для вас новинку Ninebot Z. Данная модель идет в трех версиях. Первая версия это Ninebot Z6. Ориентировочная скорость ее будет составлять 35 метров в час. Емкость аккумулятора 576 ватт-часов и мотор 1200 ватт. Запас хода такой модели будет составлять от 40 до 55 километров, а подъем в гору будет осуществляться до 20 градусов. Ориентировочная розничная цена на китайском рынке данной модели Z6 будет составлять порядка 45 тысяч рублей. Следующая модель это Z8. Максимальная скорость, которая будет увеличена с 35 до 40 метров в час. Емкость батареи будет составлять 862 ватт-часа, а мотор будет 1500 ватт мощности. Максимальный запас хода будет составлять от 60 до 80 метров в час. И подъем в гору уже будет осуществляться порядка 25 градусов. Розничная цена на китайском рынке будет составлять порядка 72 тысяч рублей. И самая мощная топовая версия колеса Ninebot Z будет называться Z10. Разгоняться до 45 метров в час. Батарея будет составлять 1000 ватт-часов. Мощность двигателя 1800 ватт. Запас хода 80-100 километров. Максимальный угол подъема в гору 25 градусов. Стоимость данной модели, розничная на китайском рынке, будет составлять порядка 90 тысяч рублей. Нужно сказать, что внутренние батареи данного колеса используются батареи компании LG. Давайте немножко поговорим о колесе, ребят. Это колесо нестандартное, оно достаточно широкое. Вы можете увидеть нереальную ширину этого колеса на данном экземпляре. Это у нас тестовый экземпляр, поэтому здесь используется временная обивка и педали от Ninebot One E+. Я вам знакома в 2014-2015 году, лидера продаж компании Ninebot. Вес данной модели составляет порядка 2,1 килограмма. Здесь использовано временное решение. Здесь демонтирована ручка, которую вы уже успели видеть в интернете, поскольку она не прошла тестовое испытание. Предрелизная модель выйдет в декабре. Официальный релиз планируется в начале января. То есть в России данная модель поступит как раз в начало сезона, в феврале-марте 2018 года. Сцена известная. Сейчас модель проходит испытание в Китае. Всего создано два образца. Подо мной один из них. Да, модель у нас пока паритерийная. Не в идеальном качестве. Вес, я как уже сказал, 21 килограмм. Педали широкие, при этом они расположены достаточно высоко, что позволяет делать достаточно крутые маневры. При поведении в поворотах модель мне напомнила по глубине заруливания InMotion V8. Однако необычная ширина колеса поначалу с непривычки не позволяет мне делать крутые маневры. Я немножко опасаюсь это делать. Хотя ширина колеса позволяет себя чувствовать достаточно стабильно на нем. Модель достаточно интенсивно разгоняется и тормозит. Но при резком клевке слышится небольшой звук. Педали удобные и широкие. Я бы даже сказал, шире, чем нужно. Я бы их, возможно, слегка укоротил. Дизайн мне нравится. Стильная фара. Сверху расположен индикатор заряда. И стоп-фара сзади. Попробуем чуть проехать на ней модели и поделюсь с вами впечатлениями. Ребят, что я могу сказать? В целом, необычное колесо, широкое, непривычно мне в поворотах себя ощущать. Мотор мощный, это чувствуется, но при резком раскачивании слышится небольшое постукивание. Что это, не могу сказать точно, будем, увидим уже на финальной версии. Ручку они обещали переделать, ту, что вы видели в интернете, забудьте про нее. Модель тяжелая, без ручки, конечно, это будет отстой, но ручка не сделает. Стопы, все это портатив, рыжие фиговины уйдут. Педали, не знаю, стоят такие или нет, посмотрим. Индикатор заряда достаточно простенький, порт зарядки тоже пока порван здесь, кнопочка так. Ну, визуально все просто, но я думаю, что ребята из Ninebot постараются и оправдают достаточно высокий цен на данный продукт. Всем спасибо за обзор, друзья, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok